МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти прошли очередные 7 дней, и с вами снова Тахлинома. Здравствуйте. Окрепший в эти дни морозец, хотя и заставил одеться потеплее, но рабочего настроя не сбавил. Жизнь продолжается, проблемы стараются решать. Говорят о духовности и прорабатывают новые планы по развитию регионов. Неделя в ракурсе нашей программы. Президент Республики Узбекистана в своем послании Олимажлису 29 декабря 2020 года отметил необходимость обеспечения своевременного и эффективного исполнения принимаемых документов, чтобы каждый человек в стране на примере собственной жизни ощутил результаты реформ. Министерству юстиции было поручено внедрить новую систему доведения принятых документов до ответственных лиц, содействия в их реализации и контроле за исполнением. 18 января на совещании у президента проанализирована текущая ситуация в этой сфере и рассмотрены предложения по созданию эффективной системы исполнения, основанной на передовом мировом опыте. 19 января под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам кардинального совершенствования системы духовно-просветительской работы, усиления взаимодействия государственных и общественных организаций в этом процессе. Определены меры по выведению духовно-просветительской работы на качественно и содержательно новый уровень. Вытверждена соответствующая программа мер. 20 января президент Узбекистана утвердил закон Республики Узбекистан о культурной деятельности и организациях культуры. 21 января президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену в связи с его вступлением на пост главы государства. В целях ознакомления с развитием регионов и жизнью населения глава государства на неделе посетил Бухарскую область. В ходе визита 21 января президент встретился с активом и председателями Махалей-Аладского, Каракульского, Джандарского и Шоферканского районов. Посетил предприятия агропромышленности, текстильного производства, информационных технологий, ознакомился с созидательной работой. 22 января руководитель страны посетил мавзолей Баходина Нагжбанда, а также принял участие во вне очередной сессии Бухарского областного генгяша народных депутатов. 22 января в соответствии с указом президента Республики Узбекистан Батыр Зарипов назначен на должность Хакима Бухарской области. Каждый день это возможность. Если необходимо, всегда есть ресурсы что-то доработать, улучшить, исправить. Все дело за тем, насколько мы этого хотим. Насколько понимаем, что в современном мире нужно стать другим, жить иначе, чем прежде. Тем более, если ты руководитель, и от твоих решений зависит судьба тысяч и миллионов людей на местах. Двухдневная поездка президента Шавката Мерзиёева в Бухару поставила ребром все наболевшие вопросы. Негоже региону с таким огромным потенциалом и наследием жить, как сейчас. Проблем очень много. Да, есть и новые предприятия, айти-парки, строится жилье, но всего этого и тех, кто доволен жизнью, должно быть гораздо больше. И особую ответственность за это глава государства возлагает на руководителей, вплоть до председателя Махали, от которой сегодня большие ожидания. Ведь будет внедрена новая система по изучению на уровне Махалей проблем и возможностей, обеспечению занятости и источников дохода населения. А еще для Бухарской области сформированы более 700 инвестиционных проектов и планируется создать свыше 14 тысяч новых рабочих мест. Будут развивать туризм, в центре внимания социальная сфера и поддержка молодежи. По итогам президентской поездки наш комментарий. Модернизационные процессы охватили все сферы отрасли. И каждая поездка главы государства, это наглядно демонстрирует пример, Бухары выступает мощным драйвером развития, а главное улучшение качества жизни людей, достатка в семьях. Ведь принимаются по их итогам четко выстроенные дорожные карты. Знает президент и то, что единого для всех территорий принципа роста нет и не может быть. Учет потенциала и особенностей – вот что ложится в стратегию реформаторских усилий. И пандемия заставила взглянуть по-новому на многие вопросы, скорректировать планы и механизмы достижения целей. Прошлый год для региона стал временем испытаний не только из-за распространения коронавируса. Как известно, 27 апреля 2020-го в Бухарскую область с юга ворвались ветра штормовой силы, которые нанесли серьезный урон жилью, инфраструктуре и посевам. Глава государства незамедлительно прибыл в регион и дал поручение по ликвидации последствий стихийного бедствия, ремонту жилья и социальных объектов. Самое главное в эти минуты он поддержал людей, вселил в них уверенность, воодушевил. Подчеркнул, что наш народ, сплотившись, преодолел множество подобных испытаний. И в этот раз будут приняты необходимые меры. Последствия стихии будут быстро ликвидированы. С этого момента работа шла в режиме нон-стоп. Были задействованы все силы и ресурсы. На устранение последствий природной стихии в Аладском, Каракульском, Джандорском, Ромитанском, Пешкунском, Шафирканском районах было израсходовано 350 миллиардов сумм. Отремонтировано 45 тысяч индивидуальных и 204 многоквартирных дома. Восстановлены более тысячи объектов социальной сферы и предпринимательства. Дороги, электрические, газопроводные и коммуникационные сети. Не случайно эту рабочую поездку по региону руководитель страны начал с посещения отдаленного Алата, где, как и в Каракуле, был реализован масштабный комплекс мер. И жизнь уже давно вернулась в свое нормальное русло. Винтокрылые машины приземляются именно сюда. Программа поездки в Бухарскую область расписана буквально по минутам. Презентации, причем разноформатные, следуют одна за другой. Это решение для мобильного бизнеса. Локацию можно в любой момент заменить. На базе контейнеров местный ремонтно-механический завод начал производство конструкций для организации в сельской местности точек сервисного обслуживания. Можно расположить в подобном швейный мини-цех, салон красоты, мастерскую по ремонту обуви. Создать на одной такой платформе как минимум четыре рабочих места. Глава государственного знакомия с данным проектом поручил ответственным лицам проработать вопрос по снижению себестоимости подобных конструкций минимум на 30%. Их подключение к коммуникациям. Еще один формат наглядный. Это архитектурно-строительные решения, запланированные к реализации на территории области и в Алате, в частности, по реконструкции улиц районного центра. Строительству для жителей современных многоэтажных домов. И здесь звучат поручения. Ускорить начало возведения объектов, чтобы жизнь людей стала еще комфортнее. Каждое направление, будь то развитие жилого фонда по доступной цене, транспортной инфраструктуры, сферы дошкольного и школьного образования, обеспечение энергоресурсами, канализацией важно прорабатывать детально. Сделать все, чтобы, к примеру, уровень охвата питьевым водоснабжением довести в ближайшее время до 90% в Алате и Каракуле. Обеспечить доставку промышленного газа. Это ведь важный фактор индустриализации сельской местности. Скорректировать же программы действий на локальном уровне позволяют встречи с людьми. Они в наши дни неотъемлемая примета нового подхода в работе. Так было и на этот раз. Аудитория, активы, председатели Махалей, Алатского, Каракульского, Джандорского и Шафирканского районов. Конечно, 2020 год для нашей Родины и, в частности, для Бухарской области стал годом больших испытаний. Наш народ проявил выдержку, мужество, единство. 14 марта, когда мы объявили коронавирус, я говорил, что через это испытание мы выйдем сильными, объединимся. Слава Всевышнему, мы стойко его прошли. Сейчас эта напасть все еще находится рядом с нами. Но наши люди, правильно все осознав, обращая внимание на здоровье, борются с нею. Я говорил, мы должны научиться жить и работать в таких условиях. Мы должны противостоять. Будет правда и то, что если мы скажем, что Бухара во многих сферах осталась позади. Особенно, что касается вопросов питьевой воды, дорог, канализации. Самой большой проблемой остаются рабочие места. Промышленность не развита в Бухаре. Вы и сами знаете, когда я ездил в Кракалпакстан, в Хорезум, в Кашкадарю, в Челанзарский район Ташкента и недавно в Юнозабадский район, говорилось, что все надо делать в Махале. Это самый верный путь, чтобы люди были довольны. Все решается только в Махале. Если мы сделаем улицу в одном районе, то люди не будут довольны. Если мы сделаем усилия по решению проблем с водой, дорогами, газом, рабочими местами, если понадобится развитием промышленности в отдаленных, сложных Махаллях, вот тогда люди останутся довольными. Во всем мире нет такого института, как Махалля. Но у нас этот институт остается на бумаге. Дни проходят в совещаниях. Теперь это время прошло. Не нужно совещаний. Надо по домам ходить, изучать изнутри. Руководители четырех секторов района, пятеро их заместителей будут ночевать в Махале. Сотрудники банков, налоговики поедут в Махале работать над тем, как заинтересовать Махаллю, какие нужно организовывать рабочие места, чтобы жители Махале, исходя из ее истории и традиций, были трудоустроены. Ведь в каждой Махале есть свои обычаи, традиционное ремесло. Поэтому, исходя из этого, из количества безработной молодежи, будет вестись работа. Разумеется, я приехал с решением для многих вопросов. Разработаны планы по каждому району, по инвестиционным проектам, по деньгам. Говоря открыто, если бы 30 лет постепенно выделяли деньги, не было бы так сложно. Цель моего приезда – узнать, какие есть в Джандарском, Аллацком, Каракульском районах волнующие вопросы. Президент уверен, работа будет результативнее, если Хакимы районов и председатели Махалли открыто расскажут о волнующих их проблемах и путях решения. Отныне программы развития территорий и планы по сокращению бедности будут реализованы в разрезе сходов граждан. От слова к делу. В презентациях вице-премьеров звучит. В ходе подворового изучения Махалли, Буньоткор и Шайхлар их жители изъявили желание овладеть различными профессиями и ремеслами. Исходя из пожеланий граждан, сегодня на базе районной профессиональной школы организованы учебные курсы профессионального обучения по восьми направлениям. На основе этого опыта, отмечает лидер страны, необходимо внедрить новую систему, в рамках которой Центр среднего специального профессионального образования и его территориальное управление, а также более 700 профессиональных школ нашей страны будут подчиняться Министерству занятости и трудовых отношений. На председателя Махалли возложены задачи по обеспечению удовлетворенности жизни у каждого жителя, проведению подворового обхода совместно с экономическим сектором, созданию рабочих мест, обеспечению благополучия в домах. Звучит в эти минуты и такая мысль, когда председателя Махалли будут уважать, когда он четко и ясно доведет заботы народа до руководителей. Люди будут довольны, если все вопросы будут решаться прежде всего самой Махалли. Вот уже несколько дней, как мы вдохновлены рабочим визитом нашего уважаемого президента в Бухару. И я думаю, что это неспроста, поскольку, как говорят древние, как начнешь Новый год, так его и проведешь. А с другой стороны, древняя земля Бухарской области, прославленная такими гениями, как Аль-Бухари, Накшбанди и многие-многие другие, то, естественно, что президент свой рабочий визит начал с Бухарского региона. Бухарская земля огромная, даже по масштабам республики. Она соленая, она трудная земля, требует большого труда. И, естественно, чтобы все это поднять на уровень и показать мировому сообществу, что Бухара, как была тысячелетиями тогда, знаменита, она и сегодня не потеряла своего значения, он решил, прежде всего, встретиться с представителями Махали. Почему? А потому что Махали – это самый фундаментальный участок нашего общества, который и начинает руководить снизу и поднимает всех наверх. И правильно сказал президент, если руководитель Махали умный, интеллигентный, интеллектуально развитый, то и опора общества значит железная, и мы должны быть уверены в успехе. С этой точки зрения, конечно, я как гражданин и житель Бухары всецело поддерживаю все идеи нашего президента. 27 апреля прошлого года произошло стихийное бедствие. И то, что президент на следующий же день стал в один ряд со своим народом, выслушал все его беды, все тчаяния, выслушал все его проблемы, все это говорит о том, что поддержка нашего руководства, оказание помощи пострадавшим от стихийного бедствия было огромной, колоссальной. Развитие инфраструктуры на селе, развитие сферы бытовых услуг, обеспечение молодежи рабочими местами. Хотелось бы отметить неподдельный интерес студентов филологического отделения к изучению языков, так как открытие новых предприятий, открытие новых проектов подразумевает высокие требования к высококвалифицированным кадрам и к изучению языков вообще. Встреча, проведенная с активистами, говорит о том, что сам президент проявляет неподдельный искренний интерес ко всем проблемам, которые существуют. Это еще раз дает определенный толчок и стимул для того, чтобы мы все это притворяли в жизни. Заново построился наш родной город Аллат. Вот недавно тоже приезжал наш президент, и первым визитом он посетил наш район. Вот мы за это очень признательны и благодарны нашему президенту. На сферу образования он уделил внимание, на сферу предпринимательства он уделил. Вот скоро у нас будут построены новые постройки, вот школы скоро будут построены, садики детские. Я очень горжусь, что родилась и живу в такой стране. Вот глава нашего государства, добрый такой, отзывчивый, заботливый. Президент в глазах своего народа, я думаю, увидел уверенность и признательность, благодарность, поддержал нас морально, материально. Все люди его встретили радостью, построили новый Аллат. И сейчас мы все живем под девизом «Новый Узбекистан – это новое мировоззрение». Да, как не раз отмечал в ходе посещения региона президент, у Бухары есть огромный незадействованный потенциал на экономическом треке реформ. Как организовать работу, какие новые механизмы задействовать? Ответ – предприятие «Бухаро Варнет». Когда лидер страны посещал его в 2019 году, работа здесь только начиналась. Сегодня оно превращается в современный агропромышленный комплекс. Прежде здесь была только теплица. А сейчас рядом с ней создаются учебный центр, лаборатория, а также завод по производству конструкций для оранжерей. В целом, все, что необходимо для современных теплиц, будет изготавливаться здесь. Почва в Бухарской области преимущественно песчаная и засоленая, а водных ресурсов мало. В таких местах для выращивания сельхозпродукции очень удобен гидропонный метод. Поэтому постановлением президента от 10 июля 2018-го была создана свободная экономическая зона «Бухаро Агро». Под нее выделено 3000 гектаров земли в Джандорском, Каганском, Пешкунском, Ромитанском и Бухарском районах. Привлечены прямые инвестиции, созданы широкие условия для выращивания, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции по кластерной системе. Результатом этих возможностей является и данное предприятие. Общая стоимость проекта, напомним, составляет более 120 миллионов долларов. А вся эта сумма – прямые иностранные инвестиции. На сегодняшний день освоено 10 миллионов долларов капиталовложений из-за рубежа, возведена теплица на 13 гектарах. Строительство ведется еще на 17. В прошлом году произведено продукции на сумму около 20 миллиардов сумм. Экспортированы товары на 1 миллион долларов. В этом году планируется привлечь 26 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. 113 гектаров земли выделено под предприятие, которое после выхода на полную мощность будет производить 33,8 тысяч тонн продукции в год, что поможет создать тысячи рабочих мест. Во время своей поездки в Хорезамскую область 12 декабря прошлого года президент отмечал необходимость открытия учебных центров при крупных теплицах, обучение в них предприимателей и молодежи, интересующихся этим делом. Подобный учебный центр создан на предприятии Бухаро-Варнет. Раньше мы не строили таких современных теплиц. Нашу молодежь здесь будут обучать специалисты из самых развитых стран. А после учебы на месте будет обеспечена практическая работа в самой современной теплице. Главное то, что есть завод, на котором локализован выпуск оборудования для данных теплиц. Наша первоочередная задача – производство продукции с учетом спроса на нее на мировом рынке. Есть отныне организация, которая будет и обучать специалистов, и производить теплицы, и реализовывать продукцию. Это наша самая главная цель. И здесь звучат поручения. Необходимо построить на территории компактные теплицы для семей. А еще проходит презентация о развитии аграрной пищевой промышленности Бухарской области в 2021 году. Общая цель всех проектов – сделать сельское хозяйство драйвером в обеспечении занятости и увеличении доходов людей. Бухара Агрокластер в течение последних нескольких лет проводится работой по цифровизации сельского хозяйства, в частности, в Бухарской области. На сегодняшний день в нашей программе, называющейся АгросмартМА, введены в векторизированные 225 553 гектаров земельных участков или 67 732 контура. Это покрывает всю территорию Бухарской области. В настоящее время в данной программе реализованы ряд функций, ряд подпрограмм, которые позволяют, во-первых, определять агрохимические характеристики земли, то есть составлять агрохимкарты. В этих агрохимкартах содержится информация о содержании всех минеральных веществ, всех элементов почвы, которые необходимы для выращивания сельхозкультур. Система получает информацию со стороны спутника, сентинела, европейского спутника, и каждый контур содержит, как бы, имеет снимки NDVI, которые характеризуют, как развивается та или иная культура на том или ином контуре. Все эти данные оцифровываются и предоставляются в виде NDVI-баллов, NDVI-шкалы, в соответствии с которыми, значит, мы имеем представление о том, как хорошо или плохо идет развитие сельхозкультуры. В системе все техники, которые используются в нашем Бухаро-агрокластере, трактора, другая крупногабаритная сельхозтехника оснащена GPS-навигаторами. В соответствии с этим мы каждый день, каждый час, каждую минуту знаем, где эта техника, в каком состоянии она находится, какую технологическую операцию она выполняет. Хлопково-текстильный кластер «Бухара-Коттон-Текстайл» по сути является первым практическим результатом идеи президента Шавката Мерзиёева об организации предприятий нового формата. Данная агропромышленная структура прекрасно освоила все технологические процессы, от заготовки хлопка до его глубокой переработки. В частности, налажено выращивание культуры на 8 тысяч гектаров земли в Ромитанском районе, после чего волокно перерабатывается в новом современном текстильном комплексе в Бухаре. Для реализации данного проекта было освоено 106,5 миллиона долларов. А в создание текстильного предприятия, которое является последним звеном в производственной цепочке, было вложено 62,5 миллиона долларов США. В результате на заброшенной территории бывшего текстильного комбината Бухарской области появился современный производственный объект. Этот крупный текстильный комплекс объединил в себе пять фабрик – предельную, покрасочную, текстильную, а также мощности по обработке джинсовой ткани «Даним» и производству готовых текстильных изделий. Производственные фабрики кластера оснащены современнейшими технологическими линиями, оборудованием и станками, выпущенными ведущими компаниями мировой текстильной промышленности. На предприятии трудятся полторы тысячи человек, а в целом кластер объединил более шести тысяч местных жителей. Под джинсом можно конкурировать со странными лидерами в этой сфере, потому что земля, вода, хлопок у нас свои. У нас много молодежи, готовой работать, есть возможность снижать себестоимость. Если и качество будет на международном уровне, продукция обязательно найдет свое место в мире, уверен президент. Да, экономический эффект подобных производств налицо. Если на мировом рынке хлопковое волокно стоит полтора доллара за килограмм, то готовая продукция из него как минимум 25. Создание кластером первого в Узбекистане национального бренда джинсов стало его очередным успехом. В целях поставки покупателям данной продукции в Ташкенте, Бухаре, Самарканде и на Мангане открылись фирменные магазины. Кластер намерен открыть 50 таких точек по всей стране. Кроме того, при поддержке посольств нашей республики планируется открытие 100 торговых точек в иностранных государствах. По предварительным оценкам, за счет торговых точек за рубежом можно будет получать в среднем 75-80 миллионов долларов США валютной выручки в год. Это признак того, что в скором времени наши национальные бренды покорят мировые рынки. В эти минуты звучит, необходимо последовательно расширять ассортимент, выпускать продукцию в сотрудничестве со всемирно известными брендами. В экспериментальном цеху разрабатываются новые коллекции моделей. Разрабатываются лекала, технология пошива. После отшива образца и ее утверждения, она запускается в массовое производство. В сотрудничестве с иностранными дизайнерами мы разрабатываем ассортимент мужской, женской и детской одежды. Используем сложный крой, пробуем сложную обработку, миксуем полотна, делаем разнообразную варку. Мы делаем все, чтобы покупатель был доволен качеством пошива и красивым дизайном одежды. Мы будем развиваться, расширяться. Об этом говорил наш президент. Эти производственные площади стали также местом очередной презентации. На этот раз инвестиционных проектов, которые будут реализованы в Бухарской области в 2021-2022 годах. Озвученные планы по обеспечению занятости молодежи. Если работать среди народа, прислушиваясь к проблемам каждого молодого человека, затем контролировать их решения и, наконец, устранять барьеры, ситуация изменится кардинальным образом. Это должно стать основной задачей агентства по делам молодежи, заявляет президент. Дотальная цифровизация наблюдается сегодня не только в промышленном секторе, но и в сферах, ориентированных на создание удобств для людей. По принципу «одно окно» в центре государственных услуг отныне предоставляется более 130 их видов. В здании также расположено областное управление агентства государственных услуг, народная приемная, приемная по рассмотрению обращений предпринимателей, отдел ЗАГСа, нотариальная контора. И по этому адресу звучат поручения. По снижению стоимости оказания госуслуг, организации мобильного и дистанционного обслуживания населения отдаленных районов. Здесь же, кстати, открыта клиника по оздоровлению и приватизации предприятий, в которой оказываются финансовые и юридические консультации, информационные услуги. А на втором этаже здания находится бухарский филиал IT-парка, где созданы необходимые условия как для учащихся, так и для фрилансеров и программистов. Дети школьного возраста привлекаются в сферу информационных технологий через игры, в дальнейшем их учат разрабатывать проекты. Здесь собираются молодые робототехники, веб-дизайнеры и профессиональные программисты. Высоко оценив потенциал бухарской молодежи, президент подчеркнул важность IT-сферы для развития нашей страны. Звучит, Бухара издавна была центром науки и сегодня многообразованной и целеустремленной молодежи. Необходимо создать бухарский бренд в серии IT. Для этого есть все – условия, ресурсы, интеллект. Глава государства уверен, важно предоставлять молодым программистам заказы по социально-экономическим вопросам, созданию программных продуктов, позволяющих экономить средства, энергоресурсы и время. Кстати, в комплексе Бухара-Сити строится современная инфраструктура для IT-парка. Она будет состоять из 9 и 12-этажных зданий, включать в себя гостиницу, ресторан, кворкинг, центр, офисы и спортзалы. Будет создано более 700 рабочих мест. Все с ориентиром на максимальную интеллектуальную отдачу. За 10 лет я уже участвовал в 40 крупных, больших проектах мирового уровня и, помимо этого, вошел в список лучших программистов мира. Когда встретились с президентом, я рассказал про нашу компанию, где мы подготавливаем высококвалифицированных специалистов в сфере IT и плюс самых усидчивых нанимаем на работу. Ему очень понравилась вот эта идея, то, что мы делаем. И он предложил нам поработать, подумать над проблемами в сфере ирригации, медицины и народного образования и предложить инновационные идеи по решению этих проблем. Знаете, это была очень душевная встреча. Он назвал меня своим другом, пожрал руки. И это было замечательно. Темпы строительства в регионе неплохие, но есть к чему стремиться. Глава государства в ходе своей рабочей поездки осмотрел современные многоквартирные дома, построенные в Махале-Низаме областного центра. В прошлом здесь находились низкие, неприглядные жилые объекты без канализации. В минувшем году на их месте возведены семиэтажные дома, точки торговли и обслуживания. Шавкат Мерзиёев побывал в гостях у ветерана труда Немата Хатамова. Состоялась теплая беседа за столом. У нас теперь есть все. Раньше здесь неприглядные двухэтажные дома стояли. Горячей воды не было. По отоплению центральному тепло не доходило до нас. Много трудностей было. Эти дома построили. Большое спасибо. Я каждый раз выражаю в своих молитвах благодарность за то, что вы все делаете для людей. Сколько жили вы в таких некомфортных условиях? Наверное, лет 50. А теперь, видите, ведь можно же сделать. Я тоже родом из села. Знаю, какой тяжелый груз лежал у каждого на сердце. Видел, как мучаются люди. Одно надо отметить. В этот мир мы приходим только раз. В этом все равны. Мое стремление – честно служить народу. Благословения таких аксакалов, как вы, почтенных женщин, с чистыми сердцами, придают мне сил. Нужно торопиться делать добро. Я рад встретиться с вами. Желаю вам видеть счастье своих детей и вместе справлять свадьбой. Раньше здесь были двухэтажные дома. Коммуникации не было. Все было уличное. И туалет, и вода. Люди мучились. В 2018 году наш президент был в Бухаре и дал задание, что здесь надо построить по новому проекту семиэтажные дома. Вот благодаря его заданию начали построить эти дома. Сейчас, вот видите, семиэтажные дома со всеми условиями. Детской площадки раньше не было. Стоянки для машин не было. Это все сделано по новому проекту. В Шавкат Мироманове всегда, как приезжает наш город, что-то обновляет, что-то делает для блага народа. Наш народ любит его. Главы государства также представили информацию о планах строительства и ремонта автодорог в Бухарской области, канализационных сооружений в областном центре, реновации многоквартирных домов. Немало делается сегодня в регионе и по бережному восстановлению богатейших страниц истории, культурного, духовного наследия. И глубоко символичным стало посещение президента Мавзолея Бахоудина Нагжбанда. В эти минуты звучали суры из Корана в память об ушедших. Молитва с просьбой ко Всевышнему о неспослании мира и спокойствия, процветания нашей стране, здоровья и благополучия народу. Знаковым событием, своего рода квинтэссенцией всего увиденного и проинспектированного за эти два дня стала внеочередная сессия областного кингяша народных депутатов. Мир меняется. Вы видите, что появляется конкуренция. Каждое государство на карте мира предпринимает огромные усилия ради спасения своего народа, думая об интересах народа, экономике страны. Разумеется, ради сохранения нашей любимой родины, народа, ни у кого нет права думать, что коронавирус прошел. Он до сих пор возле нас. С точки зрения борьбы с ним мы должны быть бдительными всегда, каждую минуту. Повестка сегодняшнего дня очень сложная. Подготовка кадров, завтрашний день Бухары. Если вы спросите меня, доволен ли я развитием Бухары, я отвечу, что недоволен. Здесь проживает 2 миллиона людей, но 100 тысяч из них находятся вне пределов страны, и как минимум 200 тысяч человек в Бухаре безработные. С сегодняшнего совещания все мы должны сделать выводы. Даже в такое трудное время с точки зрения облегчения жизни. Каким образом облегчить? Сможем или нет? В каком районе руководитель сектора Хаким предпринимает шаги, достойные нынешней жизни? Этот вопрос должен всех нас волновать. 60% Хакимов районов, городов не читают, не понимают постановления президента, потому как не работают над собой. Хаким, раз уж он Хаким, раз уж лидер народа, раз уж представитель президента, должен соответствовать нынешним требованиям конкуренции, должен думать об интересах своего народа. Время стремительно меняется. Ситуация такова, что повсюду конкуренция, идет сильная конкуренция. Все государства думают о собственной безопасности, думают о своем народе. И я, как президент, забочусь о народе Узбекистана, независимо от того, какой национальности, вероисповедания гражданин страны, о мире и благополучной жизни. Это моя задача. Доверие моего народа – самая огромная ответственность для меня. А раз так, думают ли так же люди, которые являются моими представителями? Кто-либо, после принятия постановления президента, ломает ли голову над тем, как выполнить его в своем районе, в своей области? К огромному сожалению, нет. Мы запустили новую систему, работать на уровне Махали. Если сделаем одну улицу, установив на ней освещение, а при этом целая Махаля будет в темноте, люди будут без работы, ни света у них не будет, ни газа, ни угля, ни дорог. Кому это понравится? Кто доволен нами? Поэтому сегодня самый большой вопрос – это кадры. Если мы сможем по местам расставить кадры, которые будут преданным патриотам, понимающим нынешнюю ситуацию руководителем, то все будет хорошо. У нас у всех должно быть одно чувство. Мы должны обеспечить мир для нашего самого младшего внука, вплоть до достижения им нашего возраста. Он тоже пришел жить в этот мир, пришел ради прекрасного, привнес с собой луч. Так вот, чтобы он был светлым, нужно обеспечить его жизнь, его мир. Должны действовать. У нас есть ответственность перед ним, так же, как и перед Всевышним. Каждый руководитель, получающий зарплату у государства, если будет патриотом, понимающим завтрашний день, заботится о нации, о народе, мы сможем многое сделать. А если просто будет зрителем, то никогда не добьемся результата. Я вновь говорю, все нынешние показатели Бухары недостойны благословенной Бухары. Это горькое, но правда. У нас нет права сегодня жить, как вчера. Мы должны проснуться, объединиться все. Важной, определяющей перспективой эта встреча стала еще и потому, что рассмотрели депутаты организационный вопрос. По представлению президента на должность Хакима области, народные избранники утвердили кандидатуру Батыра Зарипова, временно исполняющего обязанности Хакима этой области, с ноября 2020-го. А затем, и этого момента ждали все, лидер страны озвучивает приоритеты последующего развития области. Их 10 четких, предельно ясных ориентиров. Первое направление – продолжение системной работы по повышению занятости населения, сокращению бедности. 56 тысяч граждан планируется трудоустроить в текущем году за счет создания рабочих мест, расширения механизма самозанятости, организации ремесленных кооперативов. Будет расширяться кооперация между предпринимателями, населением в таких традиционно перспективных для Бухары сферах, как ремесленничество, шелководство, текстиль, животноводство, каракулеводство. В этих направлениях будет реализовано 167 проектов на 1,1 триллиона сумм. Вторая важная задача – чтобы руководители спустились вниз, изучали проблемы и возможности махалей, внедряли новую систему работы по обеспечению занятости населения, повышению доходов, поддержке предпринимательства. Работать по данному принципу, сказал президент, мы уже начали в Кыркалпакстане, Харизмской, Кашкадаринской, областях и районах города Ташкента. Теперь предстоит внедрить этот опыт в Бухаре. Ведь изучено 544 махалей, и работа в них неудовлетворительна. Потому поручил глава государства по итогам проведенного мониторинга разработать дорожную карту, выделить в текущем году на семейное предпринимательство, бизнес-проекты молодежи, 390 миллиардов сумм льготных кредитов. Третье направление – экономический сектор. Цифры впечатляют. В 2021-2022 годах предстоит реализовать 713 инвестиционных проектов общей стоимостью 18,9 триллиона сумм, или 1,8 миллиарда долларов. Из них 550 проектов на 8,3 триллиона сумм запустят в нынешнем году. В экономике области прозвучало «Задавать тренд должна промышленность». Четвертое приоритетное направление – полное задействование потенциала сферы оказания услуг. К примеру, вывести на новый качественный уровень нужную индустрию туризма, восстановить исторический центр Гиждувана, превратить его в музей под открытым небом, организовать центр этнотуризма в селе Ширин в Апкенского района, создать комплекс «Эпоха» и бансины в селе Овшона Пешкунского. Пятая задача для региона – сельское хозяйство должно стать важнейшей точкой роста. В хлопководстве отмечено, нужно полностью перейти на глубокую переработку сырья и выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2021-2022 годах кластерами будет реализовано 10 проектов на 150 миллионов долларов. В числе задач для отрасли – широкое внедрение водосберегающих технологий, систем капельного рожения для создания новых садов и виноградников. Особое внимание уделят организации современных агрологистических центров и тепличных комплексов, развитию каракулеводческих кластеров, открытию новых шелководческих предприятий. Шестой приоритет – развитие строительства и инфраструктуры. Так, во всех районах области в 2021 году важно возвести 75 доступных пятиэтажных дома на полторы тысячи квартир. Системно будет вестись работа и по программе реновации. Модернизируют транспортные артерии, к примеру, участок трассы Гузар-Бухарану-Кузбейнео. Особое внимание уделят улучшению сетей питьевого, водоснабжения и каналов. А в городах Бухара и Каган завершится осуществление проекта по строительству и реконструкции канализационных систем. Седьмой приоритет, на котором детально становился лидер страны – это активное развитие социальной сферы. Так, уровень охвата дошкольным образованием в Алате и Каракуле очень низкий – 30 и 37 процентов соответственно. Поэтому дано поручение до конца года построить в этих районах дополнительно 14 новых государственных и частных детских садов и довести уровень охвата дошкольным образованием до 70 процентов. В 2021 году на реконструкцию и капитальный ремонт 18 общообразовательных школ будет выделено 86,5 миллиардов сумм. Создано 2,5 тысячи новых ученических мест. Начнет работу президентская школа 16 специализированных по математике, информационным технологиям, химии, биологии, физике. Для укрепления здоровья граждан будут созданы 4 межрайонных центра. В Бухаре – новая семейная поликлиника. Особое внимание будет уделено формированию бухарского опыта по развитию IT-сферы. Восьмое направление – на дистанции активных реформ организация системной работы с молодежью. Для этого построят в районах новые центры, кинотеатры, библиотеки. В рамках программы «Молодежь 1 плюс 1» почти 14 тысяч нетрудоустроенных юношей и девушек по принципу «Харбертатбуркор, Йошеларгемататкор» будут закреплены и обеспечены работой предпринимателями и ремесленниками. Задействуют и другие механизмы системной поддержки. Девятая задача, определенная президентом – решение проблем женщин. Поручено 21 тысячи из них, включенных в женскую тетрадь, безработных и нуждающихся в социальной защите оказать меры по обеспечению занятости. Так, полторы тысячи женщин на основе традиции «мастер-ученик» будут привлечены в предпринимательство. 11 тысяч – обучены профессиям. В текущем году прозвучало на поддержку бизнес-проектов женщин будет направлено 8,5 миллиардов сумм. И десятый, последний приоритет, на котором остановился президент – это внедрение новой системы предупреждения преступлений. Для этого в Бухаре будет опробовано совершенно иной механизм взаимодействия ответственных структур в разрезе махалей. Обращаясь к руководителям различных уровней, в эти минуты глава государства резюмировал озвученные мысли. Отныне настало время заниматься культурой, образованием, молодежью, вопросами женщин и предпринимателей. Вся его речь пронизана с заботой о простом человеке, о нас, простых гражданах. Было сказано о том, чтобы возобновить курсирование поезда по маршруту Аллат-Ташкент. Дело в том, что этот поезд позволит не только жителям Аллата, но и жителям Каракуйского и Джандарского района без проблем добираться до Ташкента. Высказано критическое замечание по поводу экономического развития нашей области. Да, есть очень много аспектов, по которым придется поработать. Например, ювелирного дела, о развитии ковроткачества, о развитии других отраслей. Дело в том, что наш город все-таки туристический и больше всего делать надо акцент на развитие туризма. И я думаю, что все те замечания, которые были сделаны нашим президентом, будут воплощены в жизнь. Мы за короткий период выйдем из аутсайдера в лидеры, я в этом не сомневаюсь. Визит нашего президента, он очень знаменателен. Не только для нашей области, он знаменателен для всего Узбекистана. Потому что земля, которая породила таких гигантов, гениев мысли, она, значит, и сегодня готова порождать таких же гениев и гигантов, но уже в виде молодежи, которая растет у нас в стране. Экономический, культурный, ну и языковой потенциал этого региона. Это, конечно, надо использовать. И с этой точки зрения высказывания президента, его глубоко точные, я бы сказал, точные предложения и рекомендации для нас это рабочая программа на сегодня, если хотите, на завтра, чтобы поднять республику, чтобы показать мировому сообществу есть свободный Узбекистан, который идет к своему третьему ренессансу, начиная с 21 века. Все с ориентиром на дальнейший рост. На максимальную удовлетворенность людей своей жизнью. Более семи веков назад великий Бахаудин Нахшман сформулировал свое знаменитое кредо «Пусть сердце будет с Богом, а руки в труде». Прошло столько времени, а сказанное не превратилось в некий архаизм. Напротив, в современный мир все его проблемы, угрозы подтверждают неприходящую актуальность духовного и материального балансов. На этой неделе под председательством президента прошло в виде селекторное совещание по вопросам кардинального совершенствования системы духовно-просветительской работы и усиления взаимодействия государственных и общественных организаций в этом процессе. Разговор состоялся серьезный, в той мере, в каком состоянии и находится сейчас эта сфера. Руководитель страны назвал ее душой и сердцем государства. И какой важной, в свою очередь, не была бы экономика без духовной составляющей, вообще говорить не о чем. По сути, что есть национальная идея? Из истории мы знаем, что именно она, этот невидимый мощный компас, рождал великие судьбы и цивилизации. Ведь мы есть то, о чем думаем, чем гордимся, к чему стремимся. Но не на словах, а без пафоса, всем сердцем. Президент говорил именно об этом и определил большой комплекс работы для всех, кто так или иначе связан с жизненным вопросом формирования духовного каркаса общества, которое должно дышать неравнодушием и безответственностью агуманизмам и богатством общечеловеческих ценностей. Тему продолжит Станислав Баграмов. Физически этого нельзя коснуться или хотя бы увидеть. Но парадокс в том, что вся реальность социума, знакомые очертания жизни, книги на полках или их отсутствие, то, как одеваемся, говорим, что считаем ценностями, именно есть то самое. То, что определяет нашу суть и называет это духовностью. Кто-то может считать, что это отдает эфемерностью и высокопарностью. Слава богу, таково мнение не всех, но, к сожалению, большинства. Вот и привелось ей к тому, что имеем, сказал глава государства на совещании в тот день. Сказал на чистоту. Вы все прекрасно понимаете, если организм общества – это экономика, то его сердце и душа, разумеется, духовность, духовность и еще раз духовность. Раз мы решили построить новый Узбекистан, мы опираемся на два прочных столпа. Первый – это сильная экономика, базирующаяся на рыночных принципах. Второй – сильная духовность, основанная на богатом духовном наследии наших предков и национальных ценностях. Надо признать, как и во всех других сферах, в духовно-просветительской работе еще много вопросов, ожидающих свое решение, ожидающих ветра перемен. Мы ведем огромную работу по сокращению бедности. Однако, как мы сократим духовную нищету? Этот вопрос стоит ребром. Здесь сидят интеллигенция, депутаты, работники сферы духовности. Мы должны взвалить это на свои шеи. Справедливость, правда, такова, что мы еще даже не начали работу по сокращению духовной нищеты. Для реформ мы найдем средства и инвестиции, но где мы найдем духовный ресурс для укрепления духовного иммунитета? Эти вопросы должны мучить каждого из нас. Истина и в том, что сегодня наших детей воспитывают не родители, не детский сад, не школа или институт, а в большинстве случаев телефон, который у них в руках. Мобильный телефон сейчас не просто средство связи, а зачастую становится оружием, распространяющим чуждую идеологию. Вредные идеи, противоречащие нашей духовности, не нарушая границ, незаметно входят в наш дом, в наше общество. Они не спрашивают на границе, можно ли в Узбекистан или нет, не стучат в двери наших домов, не ежечасно, а ежеминутно входят. Все это для нас должно звенеть, как сигнал к бдительности. Мы народ с высокими ценностями, и это богатство мы не должны растерять. Нам не к лицу гоняться за всем тем, что блестит из-за рубежа. То, что в один из самых непростых моментов жизни мира наш президент поднимает вопрос о значении духовности и доброты имеет очень важное значение. В самом деле, в каких-то суетных позывах в мире утрачены основы человечности, в мире утрачено сострадание к ближнему, в мире утрачена способность дарить добро. И вот сейчас это нашим президентам взято в необыкновенно четкий фокус для того, чтобы новое поколение растилось в осознании этих великих понятий. Я с большим воодушевлением слушала нашего президента. Там были такие замечательные слова. Если экономика – это организм, государство, а духовность и воспитание – это душа и сердце. Мы, как учебное заведение, в первую очередь ставим, конечно, знания, а второе, не менее важное – это воспитание. Воспитание молодежи в духе патриотизма в правильном направлении. Приглашаем поэтов, писателей, актеров, старейшин для того, чтобы дети могли пообщаться с ними, задать вопросы, решить какие-то, может быть, свои проблемы. Еще наш президент обратил внимание на то, чтобы все хакимиаты занимались именно воспитательной работой. И если каждая организация, каждое учебное заведение, и женсоветы, и махаля – все будут как друзья относиться к нашей молодежи, то завтрашний день, я думаю, он приведет нас к большим победам и большим реализациям тех принципов, которые поставил перед нами наш президент. Так что на протяжении всей истории делало великих по-настоящему великими? Какие народы поднимались порой из руин и восставали, как фениксы, причем гроша за душой не имея, потому что у них была другая, более ценная, нет, точнее, бесценная валюта – вера в себя, в лучшее человеческое начало, любовь к своим истокам. Так вот, есть и тот самый стержень, без которого бессмысленно говорить о прогрессе вообще. Размышления об этом – частая тема встреч с участием президента, и она не теряется на фоне важных экономических алгоритмов, ведь, по сути, она их и определяет. Здесь требуется именно духовное обогащение, духовная консолидация усилий, для того, чтобы решить те вопросы, которые внутри мешают в обществу управления, в обществе взаимоотношений, в обществе производства, в обществе. Очень много должен дойти до каждого, что сознание – это ответственность, совесть – это ответственность. Он может быть руководителем, если у него нет ответственности в совести, значит, там уже пропасть. Вот именно поднял наш президент, то, что мы говорим, новое общество, новый Узбекистан, новое мышление, новое мировоззрение, она и заключается в этом. У президента есть такие слова – мы должны здесь изменить себя, изменить себя, потому что там лежит именно та идеология, именно национальная идеология, национальная честь, передача генетики поколению в поколение, чтобы не терять ту совокупность для себя, чтобы она работала. Это, знаете, какое философское начало. Итак, говорим мы об этом немало. Даже председателем Республиканского Совета по духовности и просветительству является президент, а Хакимов отвечает за территориальное отделение. А о чем кричит сама жизнь? О чем бьет тревогу? О чем не устает говорить руководитель страны, понимая реальное положение дел? В ходе совещания глава государства напомнил те актуальные задачи в сфере духовности, что обозначил лично в своем послании Улимашлису на первом форуме молодежи Узбекистана, расширенном заседании Совета безопасности. Неспроста так много внимания, слишком много накопилось вопросов. Один из критерий является духовная ценность, духовная красота, духовное понимание, духовная взаимоподдержка, взаимовлияние. Просто где-то внутри направления мы слишком в амбицию передались. Вещи, свадьба, день рождения, юбилеи. Это материальное. Да, именно все на примитивный быт. Быть тоже определенные понятия имеют. Это базис, это настрой. Но мы определенное время потеряли то, которое необходимо было экономической платформе, как духовное богатство. Вот это, оно немножко нас особенно повлияло на нашу определенную часть молодежи. Определенная часть женской молодежи. Поэтому президент вначале сказал, сегодняшняя проблема, которую я поднимаю, самая сложная, самая необходимая. И самая, которой каждый должен думать и действовать сегодня, завтра уже поздно будет. Некоторые не до конца осознают суть национальной идеи. Ее значение, ее реальную силу отождествляют со старой идеологией. Новый же, духовный посыл, то, на что должен опираться Узбекистан, президент сформулировал лаконично и аргументированно. Это доброта, человечность, гуманизм, воспитание разума, национальных и общечеловеческих ценностей. В их основе лежат тысячелетние жизненные представления и ценности нашего народа, сказал Шавкат Мерзиёев. Вы работаете с молодежью, вы рассказываете о том, какие ценности у нас есть. Как вы объясняете это понятие? Что такое духовность? Вы знаете, духовность – это мораль. Это качество человека, который уже у троих матери он или она это берет. Поэтому здесь эта связка идет не только махаля, учебные процессы. Самая великая школа – это семья, академическая школа – семья. Сами родители должны быть альмаматорами. Эгоцентризм, говорим, волонтаризм, догматизм – понятие. Вот такие слова есть. И наш президент сейчас одно положение выбирает – человечность. Каждый должен сам быть показателем, атрибутом и сам должен портретом своего Узбекистана. Почему? Потому что совесть, национальная честь, национальная гордость, национальная передача знаний, убеждение и занятость общественно полезным своим трудом. И наш президент же говорит, халк розыбусен, народ довольный должен быть. Как легко потерять себя в современном мире, где царят острая борьба и конкуренция, бушует столкновение интересов. С одной стороны, глобализация – это новые возможности, с другой – серьезные проблемы. Нередко под прицелом национальная идентичность, духовные ценности, особенно уязвима молодежь. Самыми разными путями в ее сознание внедряются вирусы эгоцентризма, безответственного отношения к жизни, ее ценностям, например, семье. От статистики тех же разводов становится просто не по себе. А мир тем временем не собирается добреть. И там, где слаб духовный иммунитет, там сильнее клыки современных угроз, терроризма, экстремизма, транснациональные и киберпреступности, торговля людьми, наркотрафика. Без осторожности и бдительности не выжить в этом мире. Здесь негативно сказалось и развитие современных технологий в форме интернета, которое является как и великим благом, так и средством, которое отрицательно влияет на нашу молодежь, когда она имеет неограниченный доступ к различным отрицательным, негативным, а порой и морально вредным источникам информации. Традиция узбекского народа всегда оставалась на таких понятиях, как любовь к труду, почитание и уважение родителей, бережное отношение к национальным традициям, ритуалам. Привитие этих навыков – важная задача старшего поколения – учителей, педагогов, ученых, ветеранов труда, людей, которые имеют большой опыт в жизни. Но есть еще одна угроза. Глава государства назвал ее самой большой. Это равнодушие. Это когда не болит душа за страну. Это позиция «моя хата с краю». Более активным в решении социальных проблем общества президент хочет видеть участие старшего поколения. По-настоящему сильным общественный контроль. Неверная оценка ситуации не дает сдвинуться с места, не позволяет на уровне организовать духовно-просветительскую работу. Будут многое пересматривать, переосмысливать, кардинально совершенствовать деятельность Республиканского Центра Духовности и Просветительства и создадут даже Институт социально-духовных исследований. Посчитали целесообразным, чтобы Республиканский Центр Духовности и Просветительства координировал соответствующую деятельность всех территориальных советов, министерств, ведомств и организаций. Как красиво сказал. Я хочу, чтобы духовно-просветитель должен быть всесторонне развитым. Остаться человеком с большой буквы. Любить свою светлую, красивую страну. То, что мы говорим, любовь к своей Родине. Это большая ответственность. Каждый из нас, который считает, считающийся гражданином нашего нового Узбекистана, процветающего Узбекистана. Надо объективно это говорить. За 34 года мы добились такого успеха. За 100 лет нельзя добиться этого. Но это не говорит, что мы должны успокаиваться и сидеть сложа руки. Мы должны все объединяться рука в руку только добротой, красотой, талантом, профессионализмом, ответственностью. Ответственностью, еще раз, ответственностью. Воспитание дело тонкое. Это то, где не может быть перерыва, говорят народе. А все в точности наоборот, в такой важной цепочке, как детский сад, школа, высшее образование, махаля. У каждого свое соло, и каждый творит сам по себе. Вот почему на встрече президент сказал о необходимости создать единую систему духовно-просветительской работы, начиная с самого юного возраста до введения во всех вузах и филиалах должности проректора по вопросам молодежи и духовно-просветительской работы. Отдельный вопрос махаля. Ее участие в том, чтобы все было хорошо. За каждой из них закрепят и представители интеллигенции. Отдельно будут работать с молодежью, с трудным воспитанием и безработными молодыми людьми. Махаля – это сколько людей живут? Значит, мы должны быть каждому ребенку глаза, руки, сознание, душа, сердце. И очень осторожность. Откуда идет, с кем он дружит, с кем он говорит, что он говорит, чем он занимается. Может, родители могут не знать, но в махале проживающиеся добрые, красивые люди. И поэтому наш президент очень четко, определенно изменил содержание и форму управления махали. Во-первых, высшим образованием, прежде всего. Во-вторых, с опытом. В-третьих, профессиональный подход. Личность воспитывает не один человек, а несколько. Весь социум. Совершенно верно. Некоторые знаковые места превратятся в наглядное учебное пособие. Например, комплекс «Парк Победы» в Ташкенте станет также научным центром по изучению военной истории и героизма наших предков. А еще планируют вывести на новый уровень преподавание самой истории, расширить научные исследования. «Необходимо преподавать национальную историю в национальном духе», отметил президент. «Иначе не будет воспитательного эффекта. Мы должны научить нашу молодежь извлекать уроки из истории, делать выводы, вооружить ее исторической наукой, историческим мышлением». Пока ответственные лица будут разрабатывать концепцию развития исторической науки в Узбекистане до 2030 года, начнут и укреплять статус узбекского языка как государственного, внедрять современные, эффективные технологии его изучения в стране и за ее пределами. Президент напомнил и о том, что жизнь требует мыслить и работать по-новому, формировать национальные мозговые центры. О стране малостающих аналитиков и экспертов, которые могли бы и глубоко исследовать, и доступно всем объяснять общественно-политические процессы. И потому кардинально пересмотрят научно-прикладную исследовательскую работу в области защиты общества от духовных угроз. В мозговые центры должны превратиться центры духовности и просветительства, стратегии развития, исламской цивилизации, исследовательские институты общественно-гуманитарной направленности. А в целях продвижения национальной идеи дальнейшего развития литературы и культуры чтения в обществе на базе общественного фонда ИДЖОД будет создан фонд поддержки духовности и творчества. Для этого выделят приличные средства 120 миллиардов сумм. Большая часть будет направлена на развитие духовно-просветительской сферы в регионах. Остальное на поддержку деятельности Союза писателей и эффективную организацию духовно-просветительской работы в масштабе всей страны. Президент поставил еще одну задачу включить специальности духовности и просветительства в учебные программы, готовить для преподавания квалифицированные кадры. Сфера киноиндустрии и телевидение тоже получили свои задачи. На первом месте должно быть качество продукции. Вопрос о том, что несет экран зрителю, насколько нужный и полезный просветительский контент. Кино — это массовый синтез. Она тут же влияет на сознание и мышление. Театр, газеты, журналы, читаешь, тут же она влияет. Такие виды искусства должны быть, чтобы она влияла положительно на сознание, на доброту, на человечность и на созерцание отношений общества, чтобы это общество через 50 лет наши внуки, правнуки говорили, они принесли нам ту историю, которую создал Тимур и которую создает, продолжаем мы. Вот вопрос о чем. Обычно говорят, что каждый должен заниматься своим делом. С этим никто не спорит, но есть вещи, когда классификация неуместна и приводит к тому, что имеем сейчас. Потому что патриотизм, понимание сути вещей не разделить по профессиям, это то, что делает общество обществом, а человека человеком. Конечно, вряд ли создать идеальное общество. Это сложно представить даже теоретически. Всегда будут какие-то вопросы, стандарты, к которым хотелось бы стремиться. Но сформировать разумный, прогрессивный социум это реально. Там, где все на своих местах, потому что люди осознают ответственность, а еще надлежащим образом исполняются принимаемые документы. Текущая практика анализировалась на совещании с участием президента и были рассмотрены предложения по созданию эффективной системы исполнения, основанной на передовом мировом опыте. Но это пока лучшие перспективы, до которых ждут своего устранения многие пробелы. Документов, указов и постановлений президента тысячи, но реализация немалой их части на местах живая хроника неграмотности и безответственности. Создаваемая новая система будет состоять из нескольких этапов, включая мониторинг исполнения, разъяснение документов гражданам. Будут проводиться и регулярные соцопросы, активно вовлекаться институты гражданского общества и средства массовой информации. Точность, дисциплина, наличие необходимых знаний и навыков. То без чего сложно говорить об эффективности исполнения документов. И даже небольшой сбой в системе может вызвать процесс, который называем инертностью, торможением. Примерно в таком режиме, к сожалению, находится и практика реализации указов и постановлений президента. Ведь каждый пункт в них это ключ к тому, чтобы реформы работали. А значит, ситуацию спасет одно – кардинальный пересмотр работы. На совещании под председательством президента 18 января этого года проанализировано текущее положение дел в этой сфере и рассмотрены предложения по созданию эффективной системы исполнения. Повестка дня практическая, не на бумаге, доведение до народа на местах постановлений и указов президента. За четыре года для реализации широкомасштабных реформ принято около двух тысяч указов и постановлений. Одна из самых больших задач, которую я озвучил в послании – достаточно ли знаний и умений у принимающих решения в низовых уровнях местных властей, руководителей отрасли, чтобы понимать эти постановления. Как показывает нынешний анализ, из-за того, что некоторые руководители, работники средних и низовых звеньев, не до конца понимают суть и значение постановлений. Реализация более 600 поручений не доведена до конца. К примеру, в сферах здравоохранения, оказания коммунальных услуг, высшего образования, транспорта, водного хозяйства, в сфере управления государственным имуществом, как вы знаете, мы вынуждены были поменять министров. Мы поменяли заместителей министров, руководителей сферы управления государственным имуществом. Почему? Потому что не хватило потенциала. Мы должны реализовать новую систему, которая бы обеспечила доведение сути и значения постановлений до исполнителей в самых низовых уровнях, своевременно и на понятном языке. Необходимо наладить практику доведения значений президентских документов до ответственных лиц в самых низовых звеньях. Практику, которая позволит разъяснять, помогать, осознать суть документов. Теперь каждый хаким, перед тем, как подписать постановление, должен продумать, как разъяснять его, сколько это займет времени, по каким сферам и кто будет заниматься разъяснением. Без такого обучения спускать в нижние звенья запрещается. Исходя из того, в какой сфере принимаются постановления, будет обучать соответствующих работников низовых звеньев. Если мы не сделаем, то вот эти 600 неисполненных постановлений из 2000 принятых меня очень беспокоят. Сейчас время меняется, меняются требования времени. Как будет исполняться каждое принятое постановление? Как будем обучать? Чему нас научила пандемия? Не обязательно всех вызывать в Ташкент. Вот осваиваем ВКС. Как я сказал в послании, на телевидении, на радио, в газетах надо наладить рубрику «Решение президента исполнение и контроль». На простом языке как должно исполняться решение, какую пользу принесет оно простым людям. Это в принципе и есть тот вопрос, который мучает людей. У руководителя низовых звеньев в первую очередь должно измениться мировоззрение, ответственность. Вот тогда и будет результат. Дело не в исполнении указа. Моя цель изменения в той отрасли. Более того, с точки зрения результативности, какие дополнения нам надо внести в этот указ, чтобы он дошел до народа, чтобы изменился практический результат. Более того, с точки зрения результативности, какие дополнения нам надо внести в этот указ, чтобы он дошел до народа, чтобы изменился практический результат. В 2021 году в этой сфере у нас будут поиск и изучение. Итак, внедряется новая система исполнения актов президента, состоящая из четырех этапов. Сегодня мы в студию пригласили заместителя министра юстиции Бахрома Кучкарова. Добро пожаловать. Здравствуйте. Скажите, как будет на практике реализовываться каждый из четырех этапов системы эффективного исполнения? Система эффективного исполнения подрисматривает комплексный подход к организации исполнения. И в первую очередь, это первый этап, это самый важный этап, это на стадии формирования проекта документа будет уже прорабатываться вопрос исполнимости данного поручения, исполнимости конкретной нормы. То есть здесь мы должны иметь в виду, в первую очередь, конечно же, готовность самой системы для исполнения этого поручения, наличие соответствующих ресурсов. То есть готовность внизу инфраструктура, соответствующая для обеспечения эффективной и своевременной реализации поручений норм соответствующего документа. И в этой связи необходимо отметить, что после послания президента Али Мажрису в министерстве юстиции мы проанализировали проекты документов на предмет исполнимости. И в действительности получается так, что формируемые проекты во многом не увязаны с дальнейшим исполнением. То есть если даются какому-то органу какие-то определенные полномочия, то реализация этих полномочий неэффективна. Почему? Потому что отсутствуют соответствующие структурные подразделения, соответствующие ресурсы. Как зарубежная практика говорит, то есть есть понятие такое policy implementation, то есть вот эта система должна быть у нас тоже полноценно внедрена на стадии формирования и проведения соответствующей экспертизы проектов документов. Второй этап это после принятия соответствующего документа, то есть доведение до исполнителей и конечно же доведение до населения сути и сущности принятых документов. Но доведение до исполнителя, оно не должно являться чисто таким механическим и техническим моментом. Здесь необходим подход, то есть будет реализовываться пакетный принцип, то есть не только сам документ, но и, как сказать, доводится и механизм реализации этого документа. То есть на этом этапе подключаются все низовые структурные подразделения Министерства юстиции на уровне области, на уровне города, района, которые будут в тесном контакте работать с хоккемятами и уже обеспечивать на методическом уровне, то есть методический подход к исполнению конкретного поручения, конкретного документа. И здесь, конечно же, еще важный момент будет доведение до населения в разрезе махалей. Мы будем и основываться на этом, в принципе, тоже. Третий этап оценки выполнения поручения. Конечно же, он охватывает очень большой спектр деятельности, начиная уже с парламентского контроля. Здесь важным этапом является также проведение общественного мониторинга и, конечно же, общественных слушаний. Еще важным элементом данного этапа является обратная связь с населением, то есть оценка самого населения, людей, то есть граждан. Это будет обратная связь, внедрение соответствующих мобильных приложений. Четвертый этап, он тоже важен. Это будет конкретное изучение, конкретная проверка, то есть как это поручение было фактически реализовано. В чем все-таки преимущество этой системы по сравнению с прошлыми подходами? В прошлом мы имели в основном формальный подход, который основывался чисто на документальном подтверждении исполнения поручения, то есть это формирование соответствующих баз данных на основе именно документов. Много бумаги, много волокиты, много людских ресурсов расходуется не на организацию исполнения, а на контроль исполнения. Суть нового подхода заключается в том, что он основывается на первую очередь на организации исполнения, то есть правильном исполнении. То, что беспокоит нашего президента, это вопрос организации, подготовки соответствующих структур, работников соответствующих акиментов, соответствующих уровней, к правильной организации исполнения поручений. Вот в этом отношении от старого подхода новый подход принципиально отличается. То есть сотрудник, работник районном или городском звене, он должен четко знать, какие у него задачи, какие у него функции по исполнению конкретного поручения. А для этого нужно обеспечить взаимодействие на уровне органов юстиции, хокемиатов и, конечно же, взаимодействие с соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы конкретно распределить функциональные обязанности каждого звена государственного управления по исполнению соответствующих поручений. Чтобы решать тот или иной вопрос, мало знать его суть. Необходимо уметь применять практический механизм. И не только. В алгоритме есть еще одна составляющая. Подготовленность руководителей и ответственных лиц всех уровней. Высокая ответственность, слаженность, компетентность. Между тем, в мае прошлого года было принято постановление о сооружении за счет государства скважин на участках с запасами подземных вод и предоставлении их населению на льготных условиях. На что из антикризисного фонда было выделено 300 миллиардов сумм. Освоено 95 тысяч гектаров земли. Создано около 70 тысяч новых рабочих мест. В основе реализации каждого указа и постановления президента – интересы народа. Один только пример. В самой отдаленной местности Пайрыкского района, массиве Навол, освоено 600 гектаров площадей, которые почти 30-40 лет не использовали в сельском хозяйстве. Разбили сады методом капельного орошения. Их возделывают 1200 семей. Они уже успели получить солидные доходы от выращивания агрокультур. Речь также идет о подготовке кадров, которые должны иметь необходимые навыки в этом направлении. Как будет строиться эта работа? Для этого будут уже проводиться соответствующие обучающие курсы. И надо еще особо отметить, что на совещании было поручено закрепить заместителя министра юстиции за каждым органом государственного управления и за хокемиатом. То есть конкретное распределение между заместителем министра юстиции для обеспечения именно с принятием нового акта мы должны будем соответствующим органам государственного управления обеспечить разъяснение сути и значений, подготовку или же организацию исполнения конкретного поручения. Еще один момент. Широкая разъяснительная работа, чтобы каждый гражданин понимал суть и значимость принимаемых документов. Конечно же важный момент. Здесь имеет средство массовой информации. Президентам было поручено организовать на телевидении передачи под рубрикой «Решение президента. Исполнение и контроль». Вопросы исполнения, состояние исполнения будут критически обсуждаться причем. И конечно здесь будет показываться положительный опыт тоже органов госуправления хокемиатов по организации исполнения соответствующих поручений. То есть вовлекаются все ресурсы, все возможные средства для доведения, принимаемых решений до граждан. Между тем будут проводиться опросы общественного мнения, изучаться исполнение и реакция граждан на реализацию решений. Для чего внедрят специальные гранты. На платформе центра «Стратегия развития» отныне ответственные лица государственных органов будут предоставлять свои отчеты перед общественностью о процессе исполнения обозначенных президентом задач. Отдельное внимание будет обращаться участие в этом процессе СМИ, которые будут всесторонне освещать данную тематику. Для институтов гражданского общества ННО это большая возможность и в то же время ответственность. Принимая активное участие в реформах, будем содействовать решению волнующих населения проблем. На чем будет акцентироваться внимание при повышении результативности этой работы? Результативность зависит от правильной организации самого исполнения. Основной задачей органов юстиции в этом направлении является методическое правовое обеспечение организации исполнения документов. То есть районный отдел юстиции, городской отдел юстиции, он будет в тесном контакте с районным или городским хакимятом работать по организации исполнения поручений или же нормативных документов других актов. То есть формируются необходимые меры для эффективной реализации именно с учетом специфики территории, специфики соответствующих органов, то есть специфики самого вопроса. Когда в полной мере заработает эта система? Сейчас идет завершение работы на подготовку соответствующего проекта документа, который будет и определять работу всей вот этой системы. Она будет выявлять какие-то недостатки в исполнении, связанные, может быть, с соответствующими документами. Или же выявлять проблемы, которые мешают исполнению соответствующих документов. И это будет по ходу уже устраняться, выявляться и устраняться. И это тоже окажет влияние на своевременное и качественное исполнение соответствующих поручений. Итак, это очень важный и требующий постоянной работы шаг в переводе в практическую плоскость каждые буквы, принимаемых руководителем страны документов, чтобы превалировала не сухая, никому не нужная отчетность, а грамотный подход в интересах каждого. Вспомнилась одна мудрость. Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти. Сил и уверенности нам всем и каждому на этой дороге. Это была Тахминома. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok